Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» радиостанция своя при приходе, и он выступает несколько дней в неделю на общесоюзном подвещании. Как все это он достиг, и видим мы с вами, вот я второй день поблюдаю, спокойный, равновешенный человек, не гнется под тяжестью, не ропщет, и всем доволен. И хочется, чтобы он передал этот опыт, особенно в связи с теми распоряжениями, циркулярами, которые приходят от священно-началия, и он, кстати, тоже там участвует в комиссии по принятию этих решений при патриархии, чтобы нам их заодно разъяснить и как-то сделать понятными и не страшными. Ну, я говорю о вот этом циркуляре, о создании евхаристических общин на приходе. У нас в епархии такие попытки были, создание общин, но они, которые закрылись, вы знаете, которые свернулись, на все есть свои причины, анализируем, и, наверное, главное их назначение, этих общин, как видно из опыта, умеющих, это раскрытие для всех, чтобы туда могли прийти все люди и поучаствовать, и войти в эту общину. Часто даже бывает, вот меня поразило в последнем циркуляре, извините, скажу подробности, святейший патриарх пишет, что хорошо, когда вы проводите праздники на приходе, и люди, которые не ходят в церковь, они могут зайти просто на праздник для начала, переступить вот ворота, ограду церкви и посмотреть, как вы там живете праздник. А потом они, как может, зайдут в церковь. То есть определение такое не только вот для своих, только вот верных, там достойных, а именно всех призывает патриарх в церковь сейчас, всех зовет, как и Господь. Поэтому, вот мы с отцом Игорь тоже говорили вчера и сегодня, священник, он не должен замыкаться только на тех людях, которые пришли, и вот они его паства, все, но он еще пришел, священник, и для тех, которые за воротами еще, и которые имеют свои всякие оправдания, причины, привычки не заходить. Вот эта доступность, она достигается и телевидением, выступлением, и дисков, которые тоже мы вот привезли, и всяким вот таким свободным, широким общением. И вспоминаются еще слова Иоанна Гранштадтского, которого спрашивали, спрашивали, как вот вы достигли всего этого батюшка, но прежде всего вот этой радости жизни офицера, он говорит, ответ один, я жил в церкви, жил в церкви. Вот как нам дальше жить в церкви, об этом, где Змитрий разговаривал вчера с мирянами, и сегодня будет с мирянами разговаривать новыми офицерами, и, я думаю, что нам тоже будет это интересно и полезно. Спасибо. Ваш послух превосвященство, дорогие отцы, вот матери, и все здесь присутствующие. Вот у Григория Двоезлова есть такая книга, называется «О должностях пресвитерских». То есть вот есть ряд таких вещей, которые каждый священник, пресвитер в церкви, он должен понимать и должен ощущать свое должностнование в этом направлении своего такого служения данного от Господа. На протяжении 70 лет, во время гонений церкви, а потом уже когда гонение прекратилось, но по инерции церковь была всячески сдерживаема, и, ну, например, если организовать на приходе воскресную школу, можно было сесть в тюрьму. Я сам знаком был с одним священником, который отсидел за то, что он у себя сделал воскресную школу. Вот такой, ну, полулегальную. И духовенство было в определенном таком ключе воспитания. Духовенство имеют в виду не только священников, но и епископатов, потому что все контролировалось специальными службами. И государство в лице церкви видело себе конкурент. Потому что, ну, вот как в мусульманских странах, там нет свободы для христианской жизни. В некоторых мусульманских странах, например, священнику нельзя ходить в своей священнической одежде. Почему это? Чтобы ограничить миссионерство. То есть, раз идет священник, люди видят, могут подойти, что-то спросить. И все прекрасно понимают, что вера от слышания, от слышания от слова нужны. И также коммунистическая религия, она понимала преимущества веры христианской перед коммунистической. Поэтому, как сначала была погодка полностью стереть церковь с лица земли, но тут в этом направлении Гитлер помог. Потому что он на оккупированной территории открыл 10 тысяч храмов. Не сам он, конечно, он совсем не был христианином. Но для того, чтобы расположить к себе население, разрешали открывать храм. И к 43-му году, когда наступило такое положение на фронтах, либо они, либо мы, Сталин решил, что вот такой ресурс, как вера людская, его нужно, говоря о военном, задействовать. Был роскошный союз воинствующих безбожников. Сталин в Кремле ночью по самообстановлению собрал трех митрополитов. Они только трое были на свободе. Остальные все сидели в тюрьме или уже были расстреляны. И вот решил церкви дать какую-то минимальную свободу. И начались церкви открывать уже на нашей русской территории. Вот в этом социалистическом соревновании, а Сталин даже сказал митрополиту Сергею, митрополиту Алексею, митрополиту Николаю о том, что надо готовить собор, выбирать патриарху. Потому что после того, как патриарха Тихона отравили, церковь была без святейшего патриарха. И он говорит, ну вот надо готовить собор, сколько на это нужно, там месяц, два, три. Сталин говорит, а назовы нам большими скамерами. И через день собор собрал. Откуда собрал? Из лагерей. В лагерях оставалось несколько архиереев, среди них вот такие известные как владыка Война Есенецкий, для того, чтобы повести собор, избрали тогда патриарха Сергея, который целый год правил церкви уже как патриарха. И остановилось вот это уничтожение храмов. А до войны осталось храмов на весь СССР всего сто штук. Меньше, чем в Царицине сейчас. Ну, можете припевать, на весь СССР. Так что не было бы счастья, да несчастье помогло. Но после этого уже, ну, при хрущевском гагене, которое, ну, было таким, ну, в общем-то, бескромным, священников сажали, они не убивали. Хрущев закрыл десять тысяч СССР. То, что сколько Гитлер открыл, сколько Хрущев закрыл, а вот Сталин открыл шесть тысяч, и вот они прибрежные и сохранялись, и было шесть тысяч СССР. Ну, а понятно, что это такой минимум, который, ну, никак не может устроить такую большую державу, как Россия. Сейчас уже, ну, почти достигли цифры 30 тысяч. То есть за эти вот последние 20 лет и Мастеремного открыли, чуть больше половины того, что было в Российской империи. Вот. И храмов тоже, вот, можете посмотреть, во сколько раз стало больше. Для чего это говорю? Помимо того, сейчас, ну, как бы, советской власти нет, коммунистическая религия, она в загоне, осталось только несколько, какое-то количество последователей, уже не очень молодых людей в среде молодежи, хотя есть движение такое коммунистическое, но оно широко пока еще не распространено, но, понятно, находятся приверженцы. Но вот такой угрозы церкви от них нет. Вот. И, ну, надо нам понимать, что жить внутри церкви таким же образом, как будто мы живем под гнетом враждебной нам религиозности, нам нет никакой нужды. Церковь, ну, замужем, она должна быть воинствующей, по замужу Божию. Но война-то не против плоти и крови, не против людей, а за людей, за их сердца, за их ум. И вот святейший патриарх Кирилл благодаря своей энергии, уму и образованию и мужеству он за это взялся ну, со своими сподвижниками ближайшими и поддержанным святейшим синодом, священным, теперь священным называется, святейший, это был венгерскую эпоху. И вот эта активизация началась с того, что давно, не один век, стояла такая проблема уменьшения епархии. Особенно в тот период, когда ездили не на самолетах, а на лошадях. Ни один архиерей реально не мог объездить всю свою епархию на лошадь. Вот, а сейчас, когда уже и в Сибири возникли епархии, то есть даже и на самолете невозможно посетить храм и так далее. А вот при уменьшении епархии, то есть каждый архиерей, он озабочен тем, чтобы свою епархию поднимать. И мы видим резкое увеличение и строительства храмов, и рукоположения духовенства. И жизнь церковная начала еще более оживать. мы должны использовать это время. Первые вот 20 лет мы были озабочены реставрацией храма, и много на это ушло сил, и возникли и воскресные школы, сестричства, братства. церковная жизнь очень оживили. Она возникла и в епархиях, и даже при храмах, такие иконописные мастерские, хоровое движение внутри церкви. То есть многие обходятся уже своими силами, без наемных хоров и так далее. То есть церковь стала ее жизнь оживать. Но и этого недостаточно. Нужно, чтобы церковь исполняла свое служение, которое в чем заключается. Священник должен быть совершителем богослужения. Это никогда в церкви не прерывается, потому что евхаристия, как Ян Кронштадтский говорил, это ось всего мира. Нет евхаристии для церкви. Поэтому и зашла речь о евхаристических общинах. Но церковь, она еще и проповедует Христа, и причем распятого, для того, чтобы людей обратить ко Христу. И церковь должна обязательно миссионерствовать. Если мы будем, как заставляла нас советская власть, ограничить свое слово только пределами Храма, то это, конечно, дело не сдвинется, потому что наша проповедь обращена только на людей, которые уже пришли в Христе. Апостолы, например, и многие великие, ну, даже российские миссионеры, проповедники, равнопостольные, начиная с Ольги и кончая Николаем Касаткиным, архиепископом, который просветил Японию, или апостол Америки, Аляски, Сибири, митрополит, впоследствии московский, инотентий, попов вениаминов, обратили десятки тысяч людей, совершая тогда еще на лошадях такие огромные миссионерские поездки, которые вполне по своему масштабу поводят. Они превосходят труды даже апостола Павла. И по тому результату, который удалось достичь. Японская церковь православная до сих пор существует. Никуда она не исчезла, дело это Божие продолжается, и те народы, которые Владык Иннокентий просветил светом Христом истины, также сохраняют веру православную. И в Америке, и у нас в Сибири. И вот это движение, от которого церковь за 70 лет советской власти, когда главная задача была церковь выжить и сохранить тех христиан, которые есть, то теперь другая. потому что сам наш народ находится в очень тяжелом состоянии. Это тяжелое состояние происходит от тех вещей, от тех свойств народа, которые приобрел народ за годы советского месяца. Полная расхристенность, мы, наш народ, он во многом впереди всей планеты. По количеству абортов на душу населения, по количеству сидящих в тюрьме, по количеству наркоманов, по количеству курящих, по пьянству, я уж не говорю по сквернословию и так далее. Более того, наш народ русский, он стал чрезвычайно старым. Правительство боится, но все-таки примут пенсионный возраст больше, чем 60 лет для мужчины и больше, чем 55 для женщин, средний возраст россиянина 40 лет. А должен быть, когда народ здоров, 7-10 лет. Каждый здоровый народ это страна детей. У нас в среднем на семью 1,2 ребенка. чтобы сохранить численность нашу, у нас сейчас 142 миллиона до конца века, до 2100 года, на таком же уровне, ни больше, ни меньше. Нам нужно, чтобы те семьи, которые есть в России, каждую из этих семей родили бы восьмого. Если родят 8 детей, тогда нас будет 140 миллионов и через 80 лет. В противном случае, мы все равно будем сокращаться. Это арифметика. Мы видим, что рождают у нас на Руси три категории люди. Это верующие люди, это люди люльпинизированные и еще мусульмане. Мусульмане гораздо интенсивнее рожают. Причем не говорят, что вот условий нет, того нет, вот вы нам дайте это тогда вот мы. Особенно показала война в Чечне. чеченские женщины, живя в палатке, потому что от военных действий ушли, получая от государства килограмм крупы, килограмм сахара. И там еще рожали по восьмому, по девятому. Мужья там в горах мои, вот, а они продолжали рожать. В палатках и зимой и так далее. То есть оказались более жизнеспособны, поэтому на народе война чеченская первая, вторая не отразилась. Чеченцев стало больше, и они впервые в истории достигли цифры миллиона. Такого раньше нет, потому что была развита кровная месть, и они с такой же охотой убивали друг друга за все какие там провинности, вот, а сейчас у них официально отменена вот эта кровная месть. А у нас продолжается и надежда у нашего народа только одна, что если все духовенство, и подавая примеры семейной жизни, и проповедую о том, что нужно нам русского человека возвращать к своему естественному существу, которое выражалось в том, что мы русские были самые плодовитые в Европе. Если мы сейчас говорим, чтобы сохранить численность, нам нужно, чтобы те семьи оставшиеся, да, мы еще первые в мире по разводу. Я забыл упомянуть, это важно. У нас только половина семей сохраняется, а половина разводится. Сейчас даже на появлении развода в среде духовенства. Это теперь уже не редкость. Я когда был молодым священником, я не знал ни одного случая. А сейчас очень часто ко мне уже приходят старым молодые священники советоваться там. Вот ушла жена там. Это не единичный случай. Я не могу сказать, что и десятки, но по крайней ни один, ни два лет, а гораздо больше. Это уже стало явлением. Вот. Поэтому от нас, если мы хотим, ответственность, потому что церковь это и душа народа. Если наш патриотизм, он не на словах, а мы действительно хотим что-то сделать для страны. Ждать, что это сделают чиновники, это бессмысленно. Потому что мы знаем, эту категорию нашего народа больше интересует собственное благополучие и карьера. В общем, сто лет по столу по столу. И вот если у нас не будет такого христианского энтузиазма, если мы не сумеем вновь наш народ как-то активизировать, мы не вернемся к тому, что было сто лет назад. А сто лет назад восемь детей. и пела русская семья в среднем. Пятнадцать-двадцать детей в семье это было обычное явление. Были молодетные, были бездетные, ну, это было редкость. В среднем было восемь детей. Поэтому Николай Второй, который прожил короткую жизнь по нашим временам, пятьдесят лет, население России увеличилось на шестьдесят миллионов человек. Заодно только царство. Вот сейчас на Украине там сорок миллионов. Ну, это числится. Сейчас уже гораздо меньше. Огромная часть молодежи уехала. Ну, кто в Европу, кто в Россию, так сказать. Дай Бог, если там тридцать миллионов сейчас наберется, если перепись сделать население, но вы можете представить, масштаб это целая страна. И вот поэтому Россия была очень молодая и очень сильная. Собственно, поэтому все вот эти передряги с революцией, с красным террором, с голодом, с коллективизацией, с фашизмом, с хрущевскими идиотизмами, уничтожением деревни, мы выдержали как народ. И сохранили и свою культуру, и свой язык. Ну, правда, как было при царе-батюшке 150 миллионов, так у нас осталось 140 миллионов. В общем, за сто лет мы ничего не прибавили, а то убавили. Убавили территории огромные, убавили народу, но пропорция та же. Сейчас в стране 84% русских. И при царе было 84% русских. Включая все националисты, а у нас в России живут около 200 народов. Чуть меньше, ну, примерно 200 народов различных. Вот, поэтому святейший патриарх, как понимающий всю глубину ответственности, он старается все время об этом говорить, проповедовать, своих собратьев-архипасторей активизировать. Ну, вот, а через них и духовенство, оно и должно вот эти идеи спасительные для нашего народа и государства, особенно в свете последних глобальных событий донести до сведения людей, потому что ну, есть такое присловие «спасение утопающих, дело рук самих утопающих». мы видим, что теперь западный мир, все люди, которые руководят всеми политическими, экономическими процессами на западе, они откровенно сняли все маски и уже ну, никакие там дипломатические формулировки не говорят, особенно вот этот американский генерал подставки, он, ну, как и люди военные, они все откровенно, он совсем недавно американец сказал, что все вопросы с Украиной уже решены и только есть одна задача убивать как можно больше русских. Такая откровенность, от которой прям на душе становится тепло, что наконец без всякой дипломатии люди откровенно говорят, что было бы им желать. По-прежнему в России мы видим есть только союзники, это армия, флот, ну и добавился еще один союзничек. ракетные войска стратегического назначения. Если бы их не было, мы бы уже здесь не сидели. Зачистили бы это все пространство. Потому что, ну люди все знают историю, русские люди, они имеют какое-то странное свойство, и вот я занимаюсь 15 лет вооруженными силами, больше всего удивляло людей на Западе, а я объездил, ну очень многие военные базы в Америке, и в Европе, и их удивляло две вещи. Способность русских к возрождению, и второе, им непонятно, где мы находим парней, которые готовы бесплатно отдавать свою жизнь. У них таких нет. Поэтому они воюют за счет денег, вкладывают деньги, большое жалование, развитие вооружения, и вот воюют таким образом. Ну, старый, древний, наемнический способ. А вот русские готовы умирать бесплатно, и причем показывают чудеса храбрости. Они эти свойства знают. Поэтому для них лучший способ победы над Россией это уничтожить русских до такой степени, чтобы они уже не могли ни возродиться, ни дать им возможность воевать. Вот у них очень серьезные намерения, и мы видим, как они торопятся. Как перебаламутили всю Северную Африку устроили, там сели воины, уже добрались до Украины, такая же работа ожидает и Казахстан, когда Нурсултан Абишевич покинет этот мир, не надо быть пророком, чтобы увидеть, что там будет, после того, как пожилой лидер оставить свое служение. Начнем с того же самого, что и везде, потому что Россия должна быть окружена и уничтожена. Если мы, дорогие отцы, будем продолжать спать и довольствоваться тем, что нам принесут за требования, нам хватит на жизнь. Мы такое сословие, которое никогда не бедствует, потому что народ на церковь не жалеет. Ну, и на машинку себе наберем, и на домик, все это в порядке. Но этого не достаточно. если мы довольствуемся только, ну, собственным благополучием, как-то бытом, то мы не делаем главный фунус. Мы не обучаем народ христианству, мы не обращаем ко Христу, мы не учим детей, а мы должны вообще всех детей взять в свою орбиту. Всех. потому что надежда ведь только на детей. Людей взрослых уже обратить очень трудно, хотя они тоже обращаются. Но мы должны устраивать и разные личные мероприятия для детей, чтобы они не боялись церкви, а чтобы церковь было для них самым важным и счастливым воспоминанием своего детства. мы это должны сделать. Поэтому, конечно, при советском власти было невозможно, чтобы был социальный работник, был на приходе человек, который занимался молодежью отдельно, был человек миссионер. В центре должно быть все. Вплоть до кожейных заводов. мы должны брать в свою работу. Конечно, нас еще пока не хватает. В Российской империи духовенства было в 10 раз больше, чем сейчас есть у нас. Но тем более, каждый из нас должен активизировать свою жизнь настолько, чтобы были реальные плоды. вот реальные плоды. Мы приехали в этот мир, в такую эпоху тяжелую, что на нас возлагаются особенные обязанности. И вот, в частности, в силу того, что нас мало, мы даже все троекратно укусили свои преумножения. Все. сколько есть сил. Как вот говорили 70 лет назад люди, все для фронта, все для победы. Фронт уже открыт. Весь злобный антихристианский мир, который тонет в своих извращениях и помешан надеянных против русского христианства. христианства. Поэтому, что мы можем протестовать, противопоставить, как Господь сказал, посылая вас, как овец с одни волны. Нет, мы не зовем ни к топору, ни к пулемету. Это дело государства. Но мы должны заниматься народом. Мы должны заниматься воспитанием. каждому должен быть пример и роботоспособности, и нежеление себя, и активности всяческой, такой доброкачественной. Поэтому те циркуляры, которые поступают, это не какая-то такая, ну, преды начальства, которое хочет нас заставить оторваться от теплых раскладушек и заставить нас чего-то делать. Нет, речь идет не много не мало о спасении церкви русского народа и его государства. Потому что каждый, кто трудится над людьми, с людьми, их воспитывая, он трудится этим сам и для всего народа, и для всего государства. И мы видим на примере Макария Мевского митрополита или миссионера Глухарева. Один человек может сделать очень так что я вас тоже всей души к этому призываю, что относитесь к этому в свящей серьезности. думайте, читайте, собирайтесь вместе. Ведь для чего есть призыв создавать эфористическое общение? Цена же началась эфористическое общение. если мы активизируем свой приход, наш прихожанин не просто пришел, отмолился и ушел, и оставив там 200 рублей за записочку. Нет. Мы должны активизировать и каждого верующего человека. никогда еще мусульмане не были нам конкурентами. А сейчас любая мечеть в фору даст любому приходу. молодые языки, вставшие на колени, молятся Богу. Пост соблюдают и едят до восхода солнца. Каждый папаша учит своих детей. За детей гороли. У каждого семья и каждый старается побольше родить детей. А у нас что? Одни папа. А где мужчины, где мы не можем даже воспитать? А вот 15 лет он уже никуда не ходит, ничего не очень. Потому что мужчины и даже духовенцы полностью отстранились от воспитания. А главный воспитатель должен быть отец. Отец. А жена должна быть ему поможем. Вот что мы должны изменить сознание людей. Чтобы людей не убивали бы в очереди матери. А наоборот поддерживали, чтобы они с охотой рожали. Чтобы они любили детей. Только так может страна возродиться. И это возрождение либо начнется с церкви, либо в следующем поколении церкви не будет уже. Ну, в том виде, как сейчас. да, храмовку настроили, а кто тогда будет туда ходить, если не будет детей. И вы думаете, что если наша страна сократится до размеров 100 миллионов, у нас уже Пакистан превосходит по количеству. Маленький Пакистанчик, и он на картине Япония скоро превзойдет. Но про Китай вообще молча. А тут и Индия уже становится больше Китая. А русские вымирают как мамонты. Ну, слава Богу, крымчане просеялись, это еще 2 миллиона, с Украины там прибежало несколько миллионов, слава тебе, Господи, но надо рожать. Вот такие дорогие отцы и матери возлюбленные. У нас такие задачи. Слава Богу, в нашем Священном начале это прекрасно понимают. То есть забота не только о народе, но и о всех нас. Забота о церкви, забота о каждой семье священников. Почему Господь наслал вот эту чуму попустил революции и там вот духовенство было очень доволен собой и ленилось и ничего не делал, чтобы упущеняли себя. Храмов было полно и священник выходил с чашей со страхом Божией верою приступите и уносил его в лотарь и там потребляли. Что, сам для себя слушать? А где народ? А народ раз в году почищался. Господь смотрел, 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 смотрел и снесло эти все храмы. Вместе с куполами, вместе с духовенством. Кому это надо? Все унесло ветром революционно. Чтобы это не повторилось, духовенство должно не себя пасти, а пасти народ, которым поручил Господь. Прежде всего своих сыновей. Вот, что я хотел вам сказать за благословение нашего дорогого архипастера Воды Первого, который я безмерно люблю. Спасибо вам, дорогой отец Дмитрий. Я думаю, что ваши золотые слова падут на благодатную почву и принесут плод среди нашего духовенства, среди тех немногочисленных мирян, которые здесь тоже присутствуют. Но надо сказать, что Господь к нам милость. И на истории нашей епархии это видно. Потому что когда я был назначен сюда ембископом, о святодуховом монастыре мечтать было нельзя. О каких-то активных священников, миссионерах можно было только мечтать. Но конечно же наша беда в том, что лень матушка раньше и нас родилась. Раньше образование не пахло. В том числе это. И еще мне кажется синдром вот этого уничтожения церкви он ведь не прошел. И до нас это тоже в какой-то мере действует. В какой-то мере действует. Но мне кажется надо каждому из нас что для Великого Поста особенно замечательно повторять себе слово восстань спяй восстань спяй мы привыкли каждый священник к своему приходу каждый верующий тоже к своей общинке и ни о чем лишним стараемся не думать. А вот в древней церкви было немножко по-другому. там каждый член церкви считал себя обязанным проповедовать Христа и делом и словом. Дело значит это своей примерной жизнью христианской в семье своей христианской семьей и конечно же добрыми делами. Как бы мы не критиковали вот нашу церковную жизнь прежнего времени дореволюционного а все-таки в каждом приходе было какое-то социальное учреждение и сирот воспитывали и бедным помогали и проповедь евангельская была живой более или менее. Ну вот и главное что у нас руководство было верующим понимаете сам государь-император был первым христианином в России в Российской империи да но потом вот злые люди позавидовали церкви что она такая большая активная могучая и главное все верующие безбожник в то время был это как музейная редкость конечно они были и они со свойственной безбожью нахальностью о себе заявляли и старались разрушать вот это вот церковное благочестие ну то разрушались пока Господь на нас войну не настал 1940 45 года годов я был отроком во время войны ну даже таким малолетним отроком но как бы как детям всем вообще свойственно видел жизнь изнутри изнутри своей семьи изнутри своей церковной общины и страны в целом и тогда было вообще говоря даже уже после войны даже уже после войны при всех свободах при всех возможностях а что это нам бесы мешали что ребята да вот вы не нравится вы 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 пожалуйста вы вы включите бес пожалуйста да ну я не думаю что это бесы во всяком случае люди трудятся сами по себе мы вот занимаемся своими делами и вот в этом есть какой-то образ того что мы это говорим друг с другом общаемся свою церковную жизнь практикуем вот а мир визжит своими пилами стучит своими молотками топорами вот и как бы активная жизнь в поисках и в созидании материального достатка заглушает все-таки в нас в нашем народе вечный зов вечный зов ищите прежде царство божие и прав на его а остальное все приложится оно у нас наоборот сейчас но не сказано же наоборот и поэтому у нас наоборот вместе вместо увеличения числа верующих и религиозной активности даже православного населения все систематически минимализируется так вот я думаю что с нас с вами вот с нас с вами уже Господь может спросить а что вы сделали для того чтобы моя церковь торжествовала а не присмыкалась как-то вот приспосабливаясь к тем или иным условиям чтобы это сделать чтобы она торжествовала значит надо рождать детей столько их по крайней мере сколько Бог дает воспитывать в христианской вере приучать их к труду к труду но не к каторжному к каторжному труду будут другие люди приучать если если у нас не получится настоящего православно-христианского коллективного образа жизни понимаете очень актуально сейчас очень актуально сейчас заниматься с детьми конечно священник он тоже и в наше время несколько ограничен в своих таких ревностных возможностях ну а с другой стороны положа руку на сердце сказать многие этим и довольны к сожалению никто не требует даже архиерей посапывает вот в дремоте своей духовной а надо вот очень как бы звонко в своей душе в своем сознании говорите восстань и спяй чтобы тебя Христос воскресил к новой жизни и чтобы эта жизнь стала не мечтой хотя и это нужно чтобы оставалась мечта святой православной соборно-христианской жизни со всеми таинствами церковными со всей живостью души и со всем благополучием семейного православно-христианского образа жизни вот я думаю вот семья сейчас у нас находится в упадке да правда же абсолютно и значит какая наша с вами задача у духовенства не упускайте общение с детьми даже с самыми малыми потому что самый малый ребенок мечтает чтобы у него была семья так вот наша задача чтобы эта мечта не угасала но чтобы она наоборот крепла и достигала бы созидания семейного счастья в народе ну сразу весь народ не сделан счастливым конечно да это и дерзко каждому из нас будет если мы этим поставим себе целью как цель заниматься а что мы можем молиться об этом можем можем с верой совершать святые таинства можем можем проповедовать за каждой литургией можем можем и обязан и общаться с людьми как духовники мы тоже можем и тоже обязаны этим заниматься так вот ничего особенного делать мы не призваны нас Господь не уполномачивает исцелять больных воскрешать мертвых но зато он нам сказал он нам сказал направл что он нам сказал направлите мне кто сможет кто сможет надо из скопов его из всех четырех не но Господь от нас требует вообще активности понимаете личной религиозной активности сейчас креста поклонной отвергнись себя возьми свой крест и следуй за аминь если будет себя жалеть а не отвергаться себя то наше дело будет бесплатно если крест не возьмем а священство это крест то они не сможем идти за христофом да правильно спасибо вам отец Дмитрий в общем я рад тому что мы с вами сегодня встретились спасибо что вы к нам приехали спасибо что позвали у нас вон колокол сидит рядом с вами и надо сказать что это вообще говоря приход вот отца Александра он является для каждого из наших священнослужителей как бы образцом образцом пасторской активности вообще христианской активной жизненной позиции и это значит не просто позиция а это жизнь во Христе вот эта позиция но нам вообще повезло дорогие мои братья и сестры потому что у нас сейчас в области три епархии три епархии у нас сейчас где моя канцелярия присутствует сколько приходов канцелярии нет канцелярии нет 2700 нет больше у нас во всей области около 400 но когда я пришел сюда им было всего там 28 30 но я не хочу сказать что именно я все это сделал потому что все вместе да все вместе да мне повезло что Господь нам просто Он нам дал вот этот дом этот зал и конечно же людей которые составляют наши приходы и вот да чего не понял а говори у нас еще час времени договоренно с отцом Дмитрием можно вопросы задать или написать священникам и я вот хотел бы сказать из своих мыслей если позволите если Дмитрий так хорошо все обозначил вы утешили и вот какая-то стала чувствоваться забота и патриарха и священачалия за нас не для себя а вот для нашего радости нашего спасения это делают вот сейчас назревает конкретный такой способ июнь месяц вот представьте себе июнь месяц станет жарко сейчас что трудно представить но детей первое июня выкинут из школы выкинут их на каникулы в ссылку ну не выкидать выставить да и мне сам им некуда будет поехать и так это будет три месяца это проблема для родителей и для всех вот у нас в епархии уже в АДК я докладывал действуют два может быть три третье я точно не знаю лагеря детских при приходах этот лагерь он может действовать четыре часа в день может шесть часов в день как будто у нас действует но дети очень рады туда приходить они общаются между собой родители рады их привозить приводить их кормят один раз каждый приход я думаю в городе в славном царице не может прокормить двадцать детей один раз и свозить их на какую-нибудь ну радость этих радостей я могу там двадцать пунктов перечислить сходу например покататься на конях вот у нас там верхние шанки есть православные так сказать кони заводы покататься покататься на велосипедах свозить куда-то на речку в соседний храм монастырь очень любят они ездят туда к отцу к отцу к отцам точнее сказать к трем игуменам к отцам любят ездить в монастырь везде они любят ездить но просто каждый переход возьмется с первого июня по первое июле сделать 20 так сказать рабочих полдней чтобы позвать этих детей и ими заняться и чтобы это не было просто как голословно вот пожелание такое есть вот у вас сверху давайте сделаем вот вы сказали давайте сделаем литургию прежде от священных дорог на пост вы уже два поста так говорите великин да ну мы что и сделали я не знаю пусть благочинные скажут поскольку сделали мы теперь не сделали вот завтра бой у всех в турбе или в пятницу я сомневаюсь вот так чтобы так не получилось с лагерем давайте мы сделаем так кто сделает этот лагерь ну найти там надо 50 тысяч всего каких-то рублей это все доступно и мы потом составим отчет святейшему патриарху или отцу Дмитрову перешнем туда в эту комиссию как бы утешить патриарха поддержать что у нас вот детьми занялись на июнь месяц мы детьми занялись если 100 приходов сделают 50 желаний получится то это будет очень здорово и дети просто будут восторг а потом можно же искать два прихода один лагерь будет дешево ну как-то вы можете это делать и даже нужно все это делать и я желаю нам с вами в этом смысле позже у кого есть вопросы какие-то вот один уже поступил на такой анасоид насколько опыт митрополита Антония Суржского применим у нас в России прочитал в интернете мнение отца Всеволода Чаплина что его опыт нам не нужен но хочу вашим именем слышать отец Михаил пишет ну вот когда я учился в институте с молодым человеком понятное дело у нас был преподаватель по истории искусств он время от времени говорил такую фразу умный и у дурака может чему-то научиться а дурак и у умного ничего не возьмем я поднесся божию владыку митрополита Антония знал со времен семинария когда учился в семинарии он к нам приезжал и владыка Владимир Сабаден он был тогда ректором очень его тепло всегда принимал и просил его для студентов почитать лекции и он нам читал лекции которые я помню до сих пор особенно в лекции о пасторстве он будучи пасторем говорил о пасторстве сам он был замечательным пастором вся православная европа если человек оказывался за границей он старался особенно если в Великобритании он старался взять Владыку Антонию посетить и он никому не отказывал в такой встрече и для многих это явилось таким вот маяком всей его дальнейшей жизни потом его огромное дело он ведь один создал самую церковь православную в Англии конечно его опыт он для нас русских он уникальный у нас человек когда рождается его клестят и он он же считает что он русский православный церковь это его когда хочу тогда иду не хочу не иду и так далее в Англии и так для них русская церковь это экзотика хотя там тоже некоторые дни богослужения по-английски идут но для них это шука русская церковь а русские с точки зрения гречани но это вообще враги номер один нет такой гадости которую Великобритания не сделала бы для России за века свое существование нам осталось только в Лондон с солдатами прийти а так мы были жили в Берлине в Италии в Париже в Варшаве в Вене из крупных государств осталось только Лондон взять и они конечно боятся недавно тут наш Кузнецов авианесущий крейсер там что-то застрял около британских островов а их флот был на ученик так там вообще такая паника была что вот русские идут это вообще что там ну вот поэтому он благодаря своей деликатности такому пастерскому чутью и он конечно можно у него вполне этому поучиться он вот каждого человека который к нему приходил он как будто прям своими такими черными угольными глазами прям вот как-то в свою душу прям брал и совершенно не внушался будучи очень старым человеком слушай 90 лет я-то когда с ним познакомился ему было еще чуть за 70 вот ну вот он прям не смотрел семинарист мальчишка перед ним вот или какой-то убеленный с сединным писатель абсолютно ровно поэтому всегда можно его научить и масса англичан обратил к православу вот это много чего стоит несколько приходов организован они живут до сих пор так что его миссионерское такое служение вполне можно как-то использовать я так считаю я не знаю отец вообще сам молодой человек может он просто лично не знал но так как я один раз служил тоже очень для меня памятна приезжал на его проповеди в московские храмы когда он служил просто послушать вот и вот эти лекции которые не только в семинаре но и в Москве их читал при каждом своем приезде когда еще за окном бушевала советская власть вот и он храбро не боясь что ему запретят въезд в Россию очень умно деликатно комар нос не подточишь он так умел говорить что нельзя ни к чему прицепиться и он муж или все и власть и мухи и те кто за нами приглядывал и духовенство даже такой просвещенный как вот владыка Владимир это же один из умнейших людей нашей церкви бриллиант так что я считаю что можно использовать что мне делать я переболел из серьезной болезни очень трудно работать инвалидность не дает как церковь может помочь ну церковь может кому все ну например у нас на приходе мы собрали базу данных тех врачей которые ходят к нам в фраму их оказалось 80 человек когда кто-то заболел мы нам диагноз что посоветуем что посоветуем так неформально человеку помочь обрязать какое-то исследование вот как помочь это по мере возможностей тут не сказано серьезная болезнь непонятно зубы человек потерял ногу зрение слепым можно диск с евангелием подарить он в составе и слушает священное писание не обязательно и научиться представлять при современном технике очень можно помочь например тяжело ходить можно кого-то из прихожан с машиной попросить раз в месяц привозить в фрам чтобы человек или у нас в фраме еще несколько инвалидных коляс есть например дай им колясочек и в фрам привозим пожалуйста помолись причастись да как угодно можно помогать ну вот такие вопросы если кто хочет вкусно вместе для себя спасибо вам отец Дмитрий еще да пожалуйста я как бы уже задумал сделать обучающую литургию вот как это возможно совершить и можно вообще сделать так и с открытыми царскими вратами и объяснять по ходу литургии все что совершается во время литургии вот я уже давно это как бы задумал как бы хочу и у владыки благословения попросить и вот как вот это лучше совершить литургии литургии это таинство поэтому превращать литургию в урок это конечно неправильно лучше сделать так мне кажется передаю кому свой опыт когда я начинал воскресную школу только уже на излете советской власти когда уже Горбачев был я просто брал лист ватмана и перед литургией детям говорил из каких частей она состоит с чем начинается часть чем заканчивается чтобы они узнали вот и объяснял а потом уже когда литургия совершалась они помнят эту схему нарисованную они узнавали как живет таким образом а литургии все таки не стоит прерывать ну представь все себе вы пришли на концерт ну допустим играть в сороковой симфонии Моцарта а тут рядом стоит искусствовет и останавливает оркестр или так а вот сейчас будет вот такая часть Моцарта не будет целых впечатлений вот поэтому лучше это делать до потом очень хорошо существуют такие книжечки брошюрки с изложением литургии тоже очень может полезно раздавать и человек сам уже будет следить очень хорошо если на приходе сделают ну какой-то фильм вот и уже там в фильме можно прерывать показывать опять что будет комментируем но это они смотрят фильм это не литургия вот тоже очень полезно и можно будет ну раз в году каждому новому поколению там воскресная школа или у нас еще воскресная школа для взрослых есть тоже можно как обучающий я буду посоветовать как вы относитесь к получению новых паспортов и карточек это мой любимый вопрос он мне надоел до смерти понимаете отношусь точно так же как выпавшему снегу сегодня с утра как в царинском выпав ну и выпав ни однодушие никогда не минует этого процесса если государство решит менять паспорта никто от этого не увернется в противном случае работы у тебя не будет пищи у тебя не будет из квартиры тебя выселят потому что тебе как ты будешь платить и так далее в полиглинике ты не запишешься потому что паспорта нет и тогда и тогда я не знаю чего его бояться этого паспорта я не понимаю когда придет гражданин антихрист что он у тебя паспорта что ли отменен может быть отменен но это он будет решать гражданин антихрист будет пользоваться всем тем что накопит человечество к этому времени он будет использовать интернет и все базы данных и все виды транспорта который он будет есть на автомобиле и на самолетах и так далее и так далее когда люди избрали велосипед и когда в среде Азии его впервые убили шайтан арбан понимаете и так далее и так далее не паспорта надо бояться а греха греха надо бояться христианин может бояться только двух вещей греха и бога нигде не написано что нужно бояться антихриста с его паспорта это злостное суеверие поэтому я отношусь к этому как к злостному суеверию но наш священначальник учитывая слабость ума определенной нашей паспорты определенной части очень небольшой очень просит наших законодателей государственного дома федеральные собрания о том чтобы разрешили тем людям которые при слове электронный паспорт теряют сон чтобы оставляли бумажем чтобы разрешили ими пользоваться пока это поколение ну я уж так побоялся владыка так сказать что ну я тоже пенсионер так сказать мне тоже недалечие осталось да перейдем в мир иной вот в мир иной будем переходить без всякого паспорта это это оформление похорон папашки а это не наша забота а те кто останется скорее могилу попасть в Москве сейчас уже проблемы но мы хороним вот мать я похоронил в могилу отца отец 30 лет как умер мать 15 я думаю к тому время когда меня будут хоронить там косточки уже так спрессуются нет вот местечко останется с папкой с мамкой как хорошо друг главный изгниет да к сожалению в России на грани угасания еще одна традиция кормление грудью детей в том числе и в многодетных семьях а кормление грудью не только лучший старт в физическом развитии но и духовное предлагает 25 января во всех приходах прославлять икону Божьей Матери Влекопитательницы соответствующей проповеди священника считаю это очень важно ну правильно Танечка считает вот более того я считаю что груди должны ребенку приносить матери сразу после родов потому что наиважнейший продукт это молозивное молоко которое если ребеночка сразу грудь матери получает в ближайшие секунды после родов он тогда уже не болеет диатезом вот это научный факт то что оно чрезвычайно богато всякими ферментами которые спасают в дальнейшем от диатеза и укрепляет иммунную систему так что она доктор от Танечки и все правильно говорит вы так это я пропущу это рассказывает здесь какую я вообще замечательную так расскажите пожалуйста в чем секрет силы проповеди в тренировке я когда начинал проповедовать проповедовать как Владимир Петрович сказал за каждым богослужением включая и отпевание и чая и всегда готовился сначала и следу потом набрасывал схему а теперь готовлюсь к проповеду или когда иду от престола к вам вот в этот период прогулки этой я обдумываю пробовать уже так натренироваться вот в этом сила пробования ну и конечно очень помогают те книжки которые я в молодости прочитал пока молодые читаете да вот это очень вот потому что иногда молодежь говорит вот нет надо читать нет должна быть вот эта база нужно обязательно прочитать я считаю лестницу авгография обязательно в арсенофе иоанна обязательно прочитать письма обрусе оптинского макаре оптинского очень полезно вот обязательно милу сорского прочитать очень хорошо прочитать отца иоанна крокштадтского вот ну и обязательно прочитать из иоанна златоуста семяного благослова иоанна кассиана римеина вот такие фундаментальные кто осенит еще в добротолюбии тоже весьма очень полезно и пока ум молодой это все запомнит и будет аккумулировать в своем уме в сердце и потом это очень пригодится и в проповеди и в таких духовных беседах вы почему стоите а хотеть вопрос хотеть василий хочет пожалуйста добрый день я бы хотел поделиться с вами такой для вашей картины чтобы иоанна у вас сложилось хорошее впечатление у нас есть пресвятый духов монастыре уже действует в течение 10 лет организованный новый и может быть даже еще не используемый мер проповеди по благословению владыки мы при монастыре организовали зоологический сайт в нем на сегодняшний день насчитывается больше 40 видов животных из 10 животных занесенных в красную книгу международного сообщества ЮНЕСКО и даже сегодня в этот год юбилейный природоохрана готовит нам такой сертификат который наш сад тоже будет называть не зоологический сад а малые зоопарки Европы так вот во первых этот сад явился тонкой тропинкой ведущих людей особенно детей и здесь как раз таки работа складывается о том что мы не только работаем с детьми православными это приходят и школьники и мусульманы и протестанты и вообще просто с неверующих семей но проводя с ними экскурсии рассказывая о том с кем мы разделяли на этой необъятной планете место я как священнослужитель начинаю туда прибавлять еще какие-то нравственные примеры из жития святых которые имели там непосредственно отношение к животным ну например святые радости и ведение его Герасима Арданский то есть и это появилось такой проповедью из этого исключения мы выводим значит такое исключение что многие потом эти дети ворачиваются в монастырь приводя сюда же уже своих родителей например на выходные своих там детей у нас организованы два больших праздника которые мы проводим с молодежью с детьми и опять же направление не только верующие люди а как бы так общая это международный день защиты птиц на Красном Горде осталось проходить после пасхи и 4 сентября международный день защиты природы окружающей среды в этом участвуют и ученики и учителя и просто прихожане нашего храма и просто кто к нам приходит то есть такой необыкновенный способ который мы организовали и он стал приносить уже такие плоды то есть такая новая миссионерская и я думаю мне эта идея нравится чрезвычайно я еще когда был молодым я вообще дружил с московским зоопарком и у меня там среди животных были друзья любил еще гепарда даже помню как вызвали Чипо хотя прошло уже 40 лет вот там был в зоопарке в московском не знаю как сейчас была выездная такая группа и даже у меня есть одна прихожанка которая до сих пор работает в московском зоопарке я все время спрашиваю как там она со слонами возится маленькие такие животные слоны вот она с ними занимается масштабный человек да поэтому я считаю что это гениальная идея очень правильная но у нас довольно трудно в Москве так организовать вот у нас в школе был такой живой уголок пришла со мной пидемистанция запретила понимаете вот бороться с государством трудно вот а так я целиком поддержу а если еще сделать аквариум такой большой где будут волшеские рыбы там плавать и можно будет посмотреть ребятам как вот осета там плавают но эти красота тоже непомерные и конечно они им никогда не забудут чика давно умер а он живет в моем сердце понимаете хотя его уже не ребенком а для детей это чрезвычайно важно так что особенно редкие животные конечно плачут это это лишний повод для помнить я считаю что все совершенно правильно и тут чем больше нам нет фантазий тем лучше какой-то космический корабль построить из фанеры знаете детям там будет интересно все что угодно тут вот у меня спрашивают расскажите пожалуйста о социальной деятельности вот я никакую социальную деятельность сам не организовал кроме своего мультиблога потому что я видел что электронные всякие вещи развиваются и думаю надо тоже это использовать для проповеди и это организовал сейчас он уже развился у нас у меня паства возникла электронная по всему миру начиная от канады и кончая новой зеландии тысячи человек весь мусскоязычный мир его посещают и получается это как огромный храм больше чем храм христа спасителя набит народов и вот они тоже читают получается такое электронное паства единственное что я не могу собрать чтобы причастить все вместе но каждый в своем приходе в Панаме или в Австралии или в Париже в Ниаполе они все отличаются ну и россияне и кто на Украине живет в Белоруссии очень эффективно оказываются в чем социальные действия вот появляется человек допустим ну специалист в какой-то области ну например керамика я им предоставляю возможность сделать кружок и вот возникает пришли там двое парней и говорят вот мы хотим для наших детей школу организовать потому что не хочется идти вводить детей в светскую школу я говорю давайте организовывайте помогу чем могу помогли сейчас школа существует в нашу уже четверть века дети поступают в лучшие вузы единственное из православных школ в Москве мы имеем аккредитацию от государства то есть они на олимпиадах и сейчас вообще первое место в всероссийской олимпиаде получили так что это само люди это не один Дмитрий делает социальные деятельности я только даю возможность людям применить то что у них есть если ты редактор давай сделаем издательство возникло издательство если ты поэт давай сделаем радиостанцию вот возникла радиостанция вот появился там дизайнер я говорю давай телевизионную студию сделаем сейчас мы делаем телевизионную интернет-студию и так далее вот появляется человек его как вокруг оси накручиваем и создаем вот какие-то идеи вот театр у нас есть драматический на приходе я что-ли его организовал да я там только хожу на спектакли а так все ребятцы сами а моя задача какая построить зрительный зал ну построили позже и спортивный позже и для бальных танцев и баллы мы там устраиваем и разные собрания когда нужно там человек 500 усадить вот и так далее только дать возможность и вот настоятельно приходит вот уж людей таких творческих увидеть и дать им возможность и они с радостью будут так же вот у нас архитектору дали мастерскую помещение сколько он нам нарисовал всяких проектов мы все построили но любой архитектор может только мечта чтобы он дали мастерскую дали возможность строить и он за маленькие жалования нам такие проекты реставрация храма строительство нового храма все делать ему в сладости в радость и нам то же самое и так вот во всем вот такая социальная деятельность если я могу перечислять все я половина забуду вот чем стоит руководствоваться в размышлении прихожане причащаться каждое воскресенье и чаще возможно ли какие-то послабления в подготовке к принятию святых тайн при такой практике очень правильный хороший очень современный вопрос митрополит Иннокентий Попов Вениаминов Московский в своей книге про Царствие Божие говорил кто не стремится к причастию тот не любит Иисуса Христа Каждый христианин первым его заботой и желанием должно быть причаститься святых реструктов как священник он должен жаждать служить не просто там в алтаре стоять а он должен стремиться к литургису не стремиться так как христианин должен стремиться к причастию поэтому причащаться по воскресенью это для христианина нормально ну как воскресенье а я не причащаюсь тогда что я делаю вся церковь собирается по воскресенью и фрам молится все причащаются и духовенцам а я чего ковыряю на суде смотрим телевизор это смешно поэтому каждый христианин должен к этому стремиться спрашиваю послабление можно? ну конечно можно если христианин все четыре поста постится среда и пяток постится но в субботу достаточно мяса не есть и пусть на здоровье причащается так что естественно если или там еще два дня человек желает причаститься правила тоже можно ему некоторым образом сократить не все каналы читать а достаточно только создан причины то есть все надо делать разумно но детям само само если мы детей перегрузим правилами мы их только отвратим вот я свои сироты мы переводим на всеночную приводим их только вот ну на Господи Газах как от Коля и Эй на по базе и они уходят потому что они могут три с половиной часа молиться особенно селития для детства должно быть поменьше но и другие тоже они приходят к третьему антифону евфористическим канон причастия и идут сбоку к даму крест у нас всегда лежит прикладывается причастие у нас форамин священник не дает крест потому что полторы тысячи человек ну как селития значит сам аккуратненько приложился может тебе пораньше надо так наполнить церковь мужчинами чтобы она была или только женская ну как очень просто отец церкви покупаешь шестизаренный корабель ловишь палокарно-остановка автобусом ставишь ему между лопаток и говоришь идешь в церковь вот уже один месяц и так если 365 раз повторить у тебя будет 365 тысяч но это наивный вопрос поэтому нужно миссионерствовать нужно проповедовать нужно с музыкальными разговаривать нужно мужик русский он скромный и робкий и нужно с ним задружиться нужно хотя бы из тех кто при храме работает нужно у них вот растопить этот страх нужно как дети почаще обнимать целовать может быть даже с ними пообедать вот и трудно но не причался вот давай я тебя научу что надо вот вот Маринчик к нам пришел вот ты прочти но если тебе тяжело вот эти длинные читать вот вот эти короткие сядь видишь коронавр ты прочти попастись все его разжевать в рот положи и он будет ходить в рот за каждого человека бороться нужно им заниматься тогда он почувствует этот забот что священник в нем заинтересован и он будет ответственность иметь и обязательно послушаем в рот и еще Батюшка, а зачем вы так делаете? Зачем же Богу подкладываете? Конечно, должен причаться папа, потом мама, потом другой ребеночек, потом все остальные отреки. Ну а как же это? Потому что часто они везде приводят, а в русском стране. Ну это же дело священника. Научить надо. Научить, конечно. А то вот у меня был такой, ну я еще совсем был молодым священником, и там в деревне, в которой мы жили, там много родственников, они все многодетные, и вот я как-то иду, и они используют стол, который на улице в кокон был, используют как дом, играют в дочки-маты. Вот, значит, и одна девочка, которая говорит, мама, говорит, так, мы пойдем в рак. Ну а у меня там был, я такую часовинку сделал, мы там, я их причащал с запасными дарами, когда, в отпускной периоде. Вот они туда ходили там, молились, пели там что-то, вот. Даже один раз я их застукал, они хотели куклу крестить. Я говорю, крещение, таинство, играть в это нельзя. И они, а так все, налили таз, все там, играли в церковь. Ну вот, и, значит, все идут, а один мальчик сидит. Я говорю, а ты чего в церковь не пошел? А я папа. А папа в церковь не ходит. Представляете, вот эта бомба уже в голове. Конечно, священник должен выступить, ему сказать, что вы делаете. Вы в голову подкладываете. Конечно, нужно обязательно изъять. Это на с вами служба, не говоря, работа. Я сын священника. Мой отец пришел к вере только в 20-ти годах. Первый. Когда вы пришли к вере? Никогда. Я родец верующий. У меня не было периода обращения в Бога. Я первый раз в полиции еще находясь в детском саду. Меня там обижал один мальчик, который постарше. Звали его Генка Маслов. Я вышел во двор нашего детского садика и обратился к ним. Я говорю, Господи, ты мне помоги. И Господь мне помогал. Вот я этот опыт. Он номер. Меня от себя называют. Я говорю, Господи, я остался жив. Но он как-то после этого ни разу меня уже не обижал. Поэтому я не знаю даже, как себя чувствует атеистик. Или там неверующий, некоторые ищут Бога. Я такой родился. Повлияли родители или нет? Я думаю, наверное, повлияли на выбор стать не только священником, но и миссионером. Понимаете, какое дело? Был у нас такой в России человек, звали Горбачев. И вот Горбачев по поводу того, что священник и не миссионер. И это нонсенс. Каждый священник должен быть миссионер. Какого он у меня? Это я говорю. А он говорит нонсенс. Нонсенс воскресённый миссионер. Это он уже какой-то неполноценный священник. Да нет, вы знаете, бодренький такой, даже отъелся такой, мордастый стал такой. Имеет ли право священник причастить желающего без исповедей, зная человека? Ну, разумеется. Понимаете, исповедь и причастие – это два разных священнодействия. И не обязательно одно предваряйте в другую. Если человек желает исповедоваться, конечно, надо ему где-то исповедоваться. Или он давно не исповедовался, больше недели, месяцев. Это уж, конечно, надо ему это предложить. А так, если ты знаешь человека, он недавно почищался, и он хочет почиститься. А почему нельзя? Обязательно его на исповедении. А что он скажет? Ну, опять, что и всегда. Россия на немалейте осуждал мысленно, там, сырник съел, а он оказался со сметаной. Мы эти тексты все знаем. Почему мы не имеем права открыто говорить о вере на уроках ОПК? Почему? Имеем. Просто надо делать это так, чтобы комары, а их там много летают в школе, таких ядовитых, чтобы он не подточил нос. Когда христианство есть наша религия, религия нашей страны. Нет, это не религия нашей страны. Это религия тех людей, которые уверены во Христа. Большинство населения страны совершенно индифферентны. В них вера спит, как вулкан. Придет время, если они обратятся, конечно, они придут в православную церковь. А кто из них, у кого дедушка, прадедушка, были мусульмане, они придут в мечели. Это понятное дело. Не все, кто носит фамилию Иссамбаев, он обязательно должен быть мусульмой. Не совсем. Но так вот устроена душа человека. На уроках ОПК мы говорили о православии как о культуре и не более. Что это такое ОПК? Основы православной культуры. Что является основой православной культуры? Основой является святое Евангелие. И уже на основе Евангелия возникла церковь. И плоды жизнедеятельности церкви в нашем мире возникла христианская культура. С ее храмами, иконами, священным действием, ювелирным делом и так далее, и так далее. Это похороны? Конечно. Это тоже часть христианской культуры. Раньше же сжигали, а теперь христиане стремятся к тому, чтобы их похоронили. Всегда всей семьей соборались каждый год. Они так давно сказали, что собор для тяжко больных людей. Так ли это? Сказали, ну пусть сказали, и у каждого может быть свое мнение. Но дело в том, что каждый человек через некоторое время умрет. Поэтому всеми тяжело больнее. Поэтому раз в году рекомендую самовыц. То, что вот тут совсем недавно, в феврале, звонит мне один генерал. По старой памяти мне многие звонят. Он говорит, что жена умерла. Я говорю, что ж с ней. А недавно, у нее еще 5 лет назад, сын пул. Он один сейчас остался. Он замминистра обороны, очень важный генерал. Вот, вот, отец Демитов, помогите организовать похорону, отпеть. Вот, я все, помог ему. Сколько она времени болела? 10 дней. Какое у нее было заболевание? Рак. Она жила и не знала, что у нее рак. Когда обнаружили, оказалась в 4 стадии. После обнаружения прожила 10 дней. Так что, никто не знает, чем он болит, и когда он болит. Поэтому раз в году, обязательно надо пособориться. Кто не хочет собориться? Да не надо. Как объяснить другим людям, для чего это нужно? Вот я объяснил. Очень часто попадаются люди, которые постоянно задают вопросы по поводу моей веры. Пытаются спорить, что-то мне доказывать. Усомнить меня в моей вере. Порой я даже не знаю, что им ответить. Уклоняться от ответа среди таких людей, задающих мне такие вопросы. Есть и близкие, поэтому мне жаль, что я не могу им помочь. Тут жалеть не надо. Надо всегда различать людей, которые спрашивают. Христос, сам Господь наш, учитель и Господь, Он не всем отвечал на вопрос. И совсем не всегда. Поэтому, если мы видим в человеке желание что-то узнать, как апостол Павел говорит, мы должны дать отчет о нашем упомании. А если мы видим, что человек спрашивает с целью нас уязвить, с целью нас смутить, улыбайтесь молча, глядя и переносите. Раз промолчите, два. Уверяю вас, третий раз он вас никогда не спрашивает. Улыбайтесь, молчите, смотри. Все. В чем здесь нужно отвечать? Мы свободные люди. Хочу, отвечаю. Не хочу, не отвечаю. У нас нет в приходе медицины. Что же делать? Света не знаю. Надо включать голову. Отец Георгий Кочетков эксплуатирует в своей деятельности идею восстановления древней практики оглашения. Вопрос. А насколько, на ваш взгляд, это вообще возможно в современных условиях? У нас в Москве вот тоже пришел такой рескрипт от святейшего патриарха о том, чтобы мы, чем человеку крестить, проводили с ним оглашение. А я, если он приходит, это оглашение он уже совершает 25 лет. Мы, взрослых людей, не крестим. А теперь добавили к этому еще и этих самых крестных и родителей, которым пришлось младенцев. Чтобы, ну, их каким-то, я не говорю, основу делать, но хотя бы понять, потому что люди даже не знают. Я это очень положительно воспринимаю, потому что, когда, до того, я священник 36 лет, и вот первые 15 лет, я крестил его и всегда задал вопрос, зачем ты крестишься? И ни разу не получил ответ. Спрашивал, зачем вы крести своего ребенка? Ответ всегда один, мы все крещённые. Я всегда говорю, ну, окажем, Гитлер был крещённый, Ленин был крещённый. Ты хочешь быть как Гитлер и Ленин? Почему? Если все крещённые, то и ты должен быть. Что в этом к тебе крещение? Ну, вот надо этому хотя бы научить. Что такое крещение? С какой целью оно совершается? Чем ты теперь станешь после крещения? Что крещение, оно совершается только в покаянии. Как и о чём общаться с детьми в школах, например, чтобы не оттолкнуть от церкви в случае педагогической неопытности священия? Педагогическая неопытность, она разрушается очень просто. Это священие должен взять и начать заниматься с детьми. И сразу пройдёт опытность. Опытность одна от того, что нету опыта. А этот опыт нужно выжалить. Как вы относитесь к Алексею Ильичу Хвостову? Очень. Я его считаю, что он так и есть, мой учитель. Всегда, когда встречаю, внимаю его, целую. Вообще. Мы даже с ним как-то в Волге купались вместе. Очень памятно. В Саратове. Там было какое-то мероприятие, сейчас не помню. Ну, тоже. Он читал лекцию какие-то, я. Так что. Даже по-моему пиву не пил. Да. Да, там что-то. Мы что, замечательно время провели. Это Владыка там нам устроил потом отдых на даче губернатора. Шикарнейшее место. Как проходило ваше обучение в семинарии? Экстерном. За два года закончил семинария. Чем отличается то духовное образование от нынешнего? Ну, нынешнее я не знаю. Я бываю в нашей семинарии, она мне как родная. Но только вот от силы раз или два в году. Я попробовал там попреподавать по просьбе Владыки Евгения, но не справился. Тяжело ездить в сервис-пассад из Москвы. Попробовал. Один семестр попреподал. Поэтому в каком стоит там дело, не могу сказать. Что пожелаете нынешним семинаристам? Хорошо бы учиться, рукополагаться и в бой нам, старикам, на смену. Какие уроки преподаются в вашей воскресной школе? Чтение по-славянски. Священные истории Ветхого и Нового Жанета. Потом иконопись и иконография. Что по-не глядя на иконы, мы знали сюжет, как называется икона. Хотя бы основные иконы благородичные и основные церкви. Да, еще такие элементы церковной пении. Потому что в воскресной школе некоторые детки, которые имеют к этому вкус, они еще нас поют литургию. Ну, время от времени. Несколько раз. Спасибо вам, Дмитрий. Рад стараться. Вы погрузили нас в весом и мудрость. Друзья, не утонуй, потом. Будем надеяться. Так, с вашей головой, я буду надеяться. Ну, как в адресе. Ну, в своей степени. Ну, да. А, хотя бы все. Знаете, многие думают, они, которые уверены в том, что духовное образование не столь важно. И вот, в принципе, это может быть даже и шесть раз времени. И вот тут же расстреливают в церковном дворе. Если бы духовное образование было бы не важным, Господь бы не избрал великого Павла, который стал его главным миссионером. Господь не послал всем апостолам, которые не знали грамотно, помощникам, которые записались в слов Евангелие. Апостолы, которые не знали грамотно, но они организовали запись слов Христа Спасителя на современных носителей, на пергамине и папирусе, чтобы Евангелие дошло до нас. Это только для образованных людей. Причем, на каком языке? На греческом. А греческий язык, это был язык образованных людей империи. Образование, вообще наша религия христианская, она книжная. Поэтому, чрезвычайно высоко ценилась книга. Она стоила на вес золота. Поэтому, ну представьте себе, что бы мы были без Евангелия. Что бы мы были без этих умниц Василия, Григория и Иоанна, которые великие учители и святители церкви. Что бы мы, мы так бы сидели в электронных паспортах, если бы не было у нас великой христианской литературы, великих гений в человечестве за 2000 лет. Это было и самое образованное империи. Понимаете? Самое. И они жаждали знания, они учились в языческих даже школах. Как потом Григорий говорил, что бы все это положить к ногам Христа. Все знания, которые к тому времени сложились, они были энциклопедисты. Они все поставили на свой паспорт. Как? Ну как можно без образования? Как без образования можно передать опыт святых отцов? Как? Молитесь, может, он говорит, что это все равно, что вы сразу? Очень серьезно по молитвам попали. Нет, такой способ есть. Вот мы знаем пример Марии Египетской, которая была, ну, сами знаете, чем. И понятно, женщина в то время никакого образа не верит, она Духом Святым знала все в Писании. Нет проблем, помолись. Возьми Волгу, перейди пешком на ту сторону, по воде, как Мария Египетская, и будешь знать Священное Писание, если не утонешь. Вот, поэтому, если ты и можешь молитву горами двигать, ну, тогда, конечно, не нужен Дух Святый, он действительно может всему научить. Но это да. По воде за две тысячи лет существует в церкви, как посох, ходило меньше пяти человек. Там Иоанн Колов, потом Мария Египетская, вот еще двое-трое святых. А христиан-то берет он. И это не каждый может так помолиться. Пожалуйста. Слушай, хочу еще один вопрос задать. Мне кажется, не так, прочитайте, Дмитрий, не пора еще в воскресных школах, еще дисциплину ввести, преподавание русского языка, потому что иногда смотришь, даже среди православных абсолютно безграмотная речь. Это было бы здорово, если бы православные встречались с знанием русского языка и грамотно писали. Ваше право, до революции, ну, в последние годы 19 века, начало 20 века, все начальное образование было в руках церкви. 80 тысяч в церковно-приходской школе. Ну, если бы мы могли этого достичь, чтобы, понимаете, все детки были наши, мы бы утроили наше усилие, чтобы всех воспитать в нашей вере. Пожалуйста, если у вас есть к этому возможности, то на здоровье. Я не против, чтобы вы учили детей алгебре, геометрии, писать сочинения, химии. Правда? Что в этом плохом? Есть химия в природе? Пусть кружок химический будет, пусть лекции читают, пусть по химии будет пять, пусть потом профессора химии будут. Что в этом плохом? Я думаю, братья, на совести каждого из нас есть обязанность устроить духовное образование для детей в наших приходах. Вот занимайтесь этим. Кто не имеет способности преподавать, пригласите умных мирян, просвещенных. А главное, настойчиво предлагайте чтение ебанки. Чтобы каждый человек, прихожанин, читал бы по одной главе из Евангелия и по две главы из апостольских посланий и телевизоров. Каждый день. Вот это будет самопросвещение. Кто этим еще не занимается, я думаю, что и духовенства некоторые этим не занимаются, начните. Вот. И подайте своим занятиям пример вашей пасты. Понятно? Вот старушки, смотрю, сидят внимательно, слушают, головой кивают. Я думаю, что вы же читаете каждый день, да? Евангелие, апостольские послания. Порядок такой. Одну главу из Евангелия и две главы из апостольских посланий. Апокалипсис не обязательно читать. То есть читать можно, но не старайтесь его толковать. А если хотите узнать толкование, прочтите его Иоанна Закова. Он все истолковал, можно сказать, святых отцов или хорошие церковные проповеди, знающих пасты. Позвольте вас поблагодарить, дорогая церковь Дмитрия. Это для провинции необыкновенная удача вас заполучить. Для такой длительной беседы. Благодарю вас, дай Бог вам счастья, здоровья, хорошей послужбой пасты и успехов в вашей личной должности. Благодарю вас, дай Бог вам счастья, здоровья. Благодарю вас, дай Бог вам счастья, здоровья. Благодарю вас, дай Бог вам счастья, здоровья. Мы учились. Идите сами учиться. Благодарю вас.